Итак, приветствую вас, уважаемые зрители и читатели интернет-ресурса MegaObzor.com Мы приступаем к детальному тестированию материнских плат для процессоров Intel 4-го поколения с кодом названием Haswell Начнем мы ее с платы от компании BioStar Напомню, что у нас в рамках обзоров дня уже было две платы Одна MCI и одна от ETS То есть мы эти платы уже затрагивали, но более-менее поверхностно Сейчас же мы сделаем это детально У нас модель Hi-Fi Z87X 3D Мы рассматривали решение Z77X в начале года Данная плата фактически получила незначительные улучшения И самое главное, новый сокет, связанный с процессором То есть появление процессоров Intel Haswell на рынке привело к необходимости обновлять материнские платы Но радует то, что по сравнению с Intel EV Bridge и Sandy Bridge Больших увеличений производительности нет, если у вас есть актуальное железо Но при построении новых систем рекомендую все-таки обратить внимание уже именно на Haswell и соответствующие платы То есть они сопоставимы по стоимости Эти платы будут в будущем проще продать, обменять И просто саму систему будут за те же средства иметь большее преимущество по производительности и энергопотреблению Подставляется материнская плата в такой вот светлооформенной упаковке Здесь имеется большая отметка 3D Hi-Fi То есть данная плата ориентирована на любителей музыки и медиа-развлечений Также она будет интересна тем, кого интересуют фильмы, игры То есть звук здесь действительно превосходный Это способствует ряд технологий Они вот здесь, вот иконки у нас размещены на передней панели Но я думаю, что и плата будет интересна тем, кто не сильно увлекается музыкой Так, и давайте обратную сторону еще перед тем, как ее повернуть, посмотрим Плата еще не стартовала на рынке Пока нет информации по ее стоимости Неофициальные данные говорят о том, что где-то будет в районе 140 евро То есть где-то тысяч примерно 5 рублей Весьма неплохо для таких решений Для платы с таким набором функционала весьма неплохая стоимость Здесь на обратной стороне у нас также имеется пояснение по характеристикам Это 3D Hi-Fi чипы 3D улучшение наушников То есть Hi-Fi обработка звука Звук вокруг предустановлено Технология от Creative Sound Blaster То есть здесь очень-очень много технологий Используются только качественные конденсаторы и элементы Давайте посмотрим, что у нас есть в комплекте Набор кобелей SATA Здесь они идут в отдельной пакетике Вот такая вот небольшая Имеется удобный блистер То есть не потеряются Имеется переходник Crossfire для использования двух видеокарт Родион совместного И вот отдельно отмечу наличие такой вот приблуды, можно сказать Она необходима для настройки звука То есть мы устанавливаем ее в центре комнаты И настраиваем микрофон для лучшего звучания Очень интересное дополнение Имеется информация по сборке, но я думаю вряд ли она пригодится Имеется диск с программным обеспечением и драйверами И заглушка на заднюю панель И собственно сама материнская плата Она идет в антистатическом пакете То есть производитель об этом позаботился Но в общем-то все это традиционно для плата такого уровня В оформлении используются, как можно заметить, черные и синие цвета Судя по надписи, это версия 5.0 Здесь имеется отметка по названию Сокет LGA 1150 Два блока радиаторов на силовых элементах Один дополнительный блок на чипсете Intel Z87 Express Имеется индикатор светодиодный Здесь выводятся ошибки, когда они есть И выводится информация во время работы по температуре процессора Ну мы вот такие платы встречали Обычно это раньше встречалось на решениях, которые нацелены на оверлокеров Имеется две кнопки Одна для перезагрузки Одна для включения Набор портов Здесь два USB 2.0 Подключение трехпиновое для системы охлаждения Подключение трехпиновое для системы охлаждения SPDIF Здесь у нас блок аудиочипа Realtek Идет в такой вот небольшой пастелизованной алюминиевой крышке Эта крышка светится во время подключения Здесь блок из твердотельных конденсаторов Они отвечают все у нас за звук То есть обычно в прошлых решениях В данном месте у нас расплагался чип Realtek Отвечающий за сетевое соединение Здесь имеется встроенная графика Так Питание осуществляется через 24-пиновый разъем И плюс дополнительно 8-пиновый для питания процессора В блоке радиатора не такие массивные То есть установить систему охлаждения массивную проблем здесь у нас не будет Память поддерживается вся Планки до 2800 МГц Ну и естественно это DDR3 Доступно 6 портов SATA Все порта SATA 3 Все порты 6 ГБ в секунду у них пропускная скорость Имеется поддержка PCI-Express 2.0 PCI-Express 3.0 То есть два слота можно использовать в режиме Crossfire Думаю предполагаю что можно и в режиме NVIDIA Slide Но к сожалению сейчас нет под рукой двух одинаковых видеокарт И я эту функцию протестировать просто не могу Поддерживается 7-канальный звук Realtek Чип LC8908 Интернет здесь также неплохой 1000 Мбит в секунду За это отвечает чип Как который я показывал Realtek 8111F Имеется 12 USB портов То есть здесь выведено на заднюю панель У нас 2 2 Также USB на 0 PS2 DVI VGA HDMI 2 USB 3.0 Но к сожалению их только 2 То есть я предполагаю что Вполне можно было бы заменить крайний USB 2.0 на USB 3 Чипсет все это поддерживает Но не знаю почему так вот Имеется набор аудиоразъемов К сожалению у материнской платы Которая позиционируется для меломанов Нет оптического выхода То есть для меня это не очень понятно То есть почему производитель отказался от этого Плата выполнена в формате В форм-факторе АТХ То есть Вполне такой у него большой Компактный Размер То есть элементы расположены эргономично Проблем с установкой трех слотовых видеокарт Двух не возникло То есть без проблем Платы расширения можно устанавливать Память также работает отлично То есть есть Для настройки графический BIOS Все можно настроить Есть возможности по разгону Более детально Информацию по производительности Можно посмотреть В полной версии обзора У нас полная выкладка Сравнение пока идет с одной платой Это MCI Z77M Power С чипом Intel EV Bridge Конечно сравнение не совсем актуально Но я думаю будет интересно тем Кто думает стоит не стоит вообще обновляться В будущем данная таблица будет пополняться Другими решениями У нас ожидается Поступление плат от компании EKS Возможно Более детально протестируем От еще ряда производителей Этой теме мы будем уделять внимание Хотя конечно Intel Haswell Не вызвал такого большого ажиотажа Как ожидалось и хотелось бы Но данная плата все таки стоит Я думаю заслуживает внимания С удовольствием отвечу на ваши вопросы В комментариях Подписывайтесь на наш канал Впереди еще много интересного Благодарю вас за внимание Всем спасибо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok